Коммерческий момент, конечно же, он вступает в силу на тех или иных гонках. Когда-то, ну я на примере нашего субъекта расскажу, когда-то у нас дарят медаль диплома куба, когда-то дарят машину. Все зависит от гонки от самой, от ее статуса, от спонсоров, которые будут и так далее. Но, зная по себе, я спортсмен, участник, вот эта высота на тумбочке на 10 сантиметров выше, она главнее, нежели приз, который тебе подарят. За эти 10 сантиметров борьбу будут вести представители 45 стран, это больше 1000 участников. 1 июля в Омске будет объявлен старт международного ралли «Шелковый путь». Гонка соединит Россию и Монголию. Трасса ралли состоит из 10 этапов. Маршрут поведет участников из Омска через лица Сибири, Алтайские горы в Монголию, пересекая ее с запада на восток, вводя караван-ралли в пустыню Гоби. И больше всего в такой дороге страдают, конечно, машины. Как выглядят автомобили после гонки? Это тоже отдельный цинус посмотреть. Поскольку на кочках, на которых мы привыкли ездить 15-20 и думать вообще проедем там или нет, то здесь ребят на КамАЗах поедут 90-100. Автокараван сильнейших гонщиков планеты пройдет неподалеку от Барнаула. Точнее, у села Расказиха Первомайского района. По графику это случится 3 июля с 10 утра до часу дня. Это будет частью этапа Новосибирск-Горно-Алтайск. Стоит отметить, что алтайский этап самый дешевый. Он организаторам обойдется примерно в 80 миллионов рублей. Самый дешевый этап, потому что мы не организовываем ночевку, мы не организовываем старт. Я имею в виду старт такой, как официальный, торжественный. Как в Омске. Как в Омске, да. То есть нам повезло. У нас нет ни века, ни старта, ни финиша. Нам повезло, что мы участвуем. Церемония финиша международного турнира «Шелковый путь» 2021 года состоится 11 июля в Улан-Батаре. На протяжении 10 дней спортсменам-экипажам предстоит преодолеть 7 природных зон. Российская команда «КамАЗ-Мастер» выставит на гонку 7 экипажей. И будем верить, что золотые медали будут наши. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. День с толком.